Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам расскажу, что же можно купить в магазине Подружка. Если вы там никогда не были или если вы там редко бываете, то я вам сегодня расскажу, что же там можно приобрести, на что нужно обратить свое внимание. И, кстати, у Подружки есть еще интернет-магазин, так что если у вас поблизости нет оффлайнового магазина, то вы всегда можете сделать заказ через интернет. Так что если это видео вам интересно, то обязательно продолжайте его смотреть, подписывайтесь на канал и мы поехали! Во-первых, свое внимание, конечно же, стоит акцентировать на тех брендах, которые вы не встретите в других магазинах косметики. Во-первых, это, конечно же, бренд Physicians Formula. Этот бренд вы также можете найти на iHerb, но далеко не всегда все средства там есть в наличии и далеко не всегда хочется делать заказ аж с iHerb ради какой-то косметики. К тому же цены в Подружке и на iHerb и непосредственно на бренд Physicians Formula примерно одинаковые. Итак, конечно же, я буду советовать бронзер. Он очень классный, он нежный, он шелковистый, он приятный. Он подойдет для большинства девушек и для светленьких, и для темненьких. В общем, для всех девушек он подойдет. Это отличный бронзер для новичков, для тех, кто еще не пользовался никогда никакими скульпторами, бронзерами, но очень хочет попробовать. Это средство хорошо растушуется и не оставит вам пятен. В общем, от души советую. Также от этого бренда могу вам порекомендовать вот такие вот подводки. Это черные, красивые, хорошие подводки. Они хороши, во-первых, тем, что они довольно-таки долго служат. Обычно подводка через месяца три, ну максимум через полгода начинает подсыхать и уже не так хорошо красит. А вот эти вот подводки у меня находятся в коллекции уже больше, чем полгода, и с ними все хорошо. И красят они, в общем-то, как в первый день. Также у этих подводок очень тонкий кончик, очень тонкая такая кисточка, которая позволяет вам сделать очень тоненькие стрелочки. Цвет у этой подводки черный, она не расплывается, она не растекается и долго и хорошо держится. Сегодня, например, вот этой вот подводкой я нарисовала себе стрелки всего за две минуты, что, в общем-то, говорит только в плюс этой подводки. И да, у меня их две, они одинаковые, они не отличаются по цвету, обе черные, просто я очень люблю эту подводку. Она действительно хорошая. Также я советую обратить свое внимание на бренд Evelyn, он же Evelyn. Я лично считаю то, что бренд Evelyn это один из самых лучших бюджетных брендов косметики. И все вы знаете, в общем-то, наверное, уже о моей любви к этому тональному средству. Это тональный крем Liquid Control HD. Очень хороший тональный крем, он легкий, как водичка, но при этом он очень хорошо перекрывает любые недостатки. Хорошо ложится на кожу, прекрасно выглядит, не убегает, ничего с ним не случается. И, в общем, просто всем идеальный тональный крем. У него матовый финиш. И лично у меня на коже с ним ничего плохого не случается, несмотря на то, что иногда в самом начале я с ним не дружила. Он где-то вот здесь вот бывало собирался. Но сейчас такого не происходит, и сколько я им не пользуюсь, я всегда им довольна. Также от бренда Evelyn могу советовать палетку Sunrise, которой я сейчас пользуюсь буквально ежедневно. Я эту палетку показывала в действии в видео про летний макияж, тоже оставлю здесь ссылочку, обязательно зайдите. Очень хорошая и интересная палетка. Здесь идет кисточка, которой я не пользуюсь. И здесь вот такие вот интересные цвета. Очень интересный здесь вот такой вот фиолетово-коричневый дуахром. Для тех, кто любит дуахромы, обратите на него внимание. Он очень яркий и интересный. И также здесь есть очень трендовые цвета, то есть красно-розово-фиолетовые оттенки. Также здесь есть базовый коричневый цвет и очень-очень классный вот такой вот бежевый оттенок. Этот бежевый оттенок я использую постоянно. Это самый-самый любимый мой оттенок в этой палетке. Он же, кстати, нанесен у меня сейчас, в общем-то, на все века. Я использую этот оттенок ежедневно. Ежедневно, вы понимаете? Это говорит лишь о том, что это действительно классная палетка и что это действительно хороший ежедневный оттенок. Так что, если вы любитель спокойных повседневных макияжей, то советую вам эту палетку. У нее есть только один минус. Здесь нет базового растушевочного оттенка. Также у бренда Эверин есть очень классные матовые помады. Они дешево стоят. Там в комплекте еще идет карандаш. Так что у вас получается сразу же двойное комбо и карандаш для губ и помада. Они красивые, интересные, классные. Немножечко подсушивают губы эти помады. Совсем не сильно. Но, честно говоря, практически каждая матовая помада подсушивает губы. Вы только посмотрите на этот оттенок. Насколько он красивый. Очень легкая текстура у этих помад. Они не подчеркивают сухость. Хорошо выглядят. И просто потрясающие оттенки, как я уже сказала. Также я рекомендую в подружке обратить свое внимание на бренд Vivienne Sabo. Это также один из самых лучших бюджетных брендов косметики. Я очень люблю их средства для бровей. Особенно их гели. И это, сейчас я вам покажу, гели Fixator. Это прозрачная версия и это версия с оттенком. На самом деле у версии с оттенком особого оттенка нет. И я использую его чисто для того, чтобы фиксировать волоски на месте. Ничто, ничто так не фиксирует волоски, как этот гель. Ничего. Этот гель фиксирует их намертво. Также, я думаю, вы уже слышали, прекрасно слышали про чудесные карандаши от Vivienne Sabo. С одной стороны у них непосредственно карандаш с очень тонким грифелем, который делает тоненькие-притоненькие линии и позволяет делать действительно красивые волоски. С другой стороны у этого карандаша находится щеточка, которой можно расчесать бровки, чтобы увидеть, куда вам нужно нанести карандаш. И также этой же щеточкой можно вычесать карандаш, если вы где-то нанесли его слишком много. Еще у бренда Vivienne Sabo довольно-таки неплохие карандаши для губ. У меня сейчас, кстати, как раз на губах нанесен вот этот вот карандаш в оттенке 101. Очень красивый нюдовый карандаш, который хорошо выглядит на губах. Единственная проблема с этими карандашами, как и с любыми другими карандашами, которые вы наносите на все губы, они все же немножечко суховаты. Но, в общем, от этого уже никуда не денешься. Цвет, в общем, красивый, цвет нюдовый. Очень приятные карандаши и стоят буквально копейки. Также от бренда Vivienne Sabo мне очень нравится вот такой вот жидкий хайлайтер. Он сейчас не в очень симпатичном виде, уж извините, но это действительно классный жидкий хайлайтер. Его можно наносить именно как хайлайтер на зоны для подсвечивания. Либо же его можно мешать с матовым тональным кремом, для того, чтобы он был более сияющий. Либо же это средство, кстати, можно использовать даже немножечко как базу под матовый, опять-таки, тональный крем, чтобы он не был таким матовым. В общем, очень универсальный, приятный и действительно красивый жидкий хайлайтер. Давайте я покажу, как он выглядит. Он такого розоватого оттеночка, но вы посмотрите, посмотрите, насколько он красивый. Он дает просто нереально какой-то красивый, такой жемчужно-розовый перелив. В общем, я от этого средства балдею. Действительно, оно очень и очень классное. Также в подружке представлены корейские средства. На них тоже следует обратить свое внимание, если вы не любите заказывать подобные средства с каких-либо сайтов или же с iHerb. В целом, лично, на мой взгляд, корейские средства в подружке дороговаты. И можно купить на iHerb, например, все то же самое, но гораздо дешевле. Однако, есть одно средство, которое все же выгоднее купить подружке. А именно, это сыворотки It's Skin. Сыворотки It's Skin есть также на iHerb, но они там представлены, по-моему, только в одном или в двух видах. И они постоянно находятся sold out. Они не в наличии вот вообще никогда. Сколько я не смотрела, они всегда были не в наличии. И по ценам, кстати, точно так же они равны ценам в подружке. Поэтому в подружке выгоднее купить именно эти сыворотки. Там сыворотки It's Skin представлены во всем своем многообразии. Там есть все виды, и они всегда там в наличии. Лично мне очень нравится сыворотка с витамином С. Она увлажняет кожу, она выравнивает общий тон кожи, она уменьшает пост-акне, снимает какие-то покраснения. И она просто отлично дружит с вашей кожей и со всеми остальными средствами, которые вы наносите непосредственно на нее. Также в подружке теперь появился бренд косметики Makeup Revolution. Но лично я не встречала его пока что непосредственно в офлайне. Я видела его только в интернет-магазине. Так что, если хотите, тоже можете там посмотреть этот бренд. Также этот бренд есть у нас в России в золотом яблоке. Но золотое яблоко, как офлайн-магазин, присутствует довольно-таки не во многих городах. И, в общем-то, выгоднее, я думаю, все же смотреть именно в подружке, потому что это более распространенная сеть магазинов. И давайте уже пройдемся по остаточкам того, что я приготовила на это видео. И, конечно же, в подружке стоит обратить свое внимание на бренд Catrice. У Catrice много действительно хороших средств. Мне нравится их база для теней. И также мне очень нравятся их консилеры Liquid Camouflage. Говорила про них сто раз, поэтому не буду на них останавливаться. Хорошие, плотные консилеры, которые перекроют все, что угодно. И также у бренда Catrice стоит обратить свое внимание на водостойкую тушь Glam & Doll. Очень хорошая тушь, хорошо разделяет реснички. Она не позволяет ресничкам опадать. Если у вас реснички очень тяжелые, то, в общем-то, это ваш вариант. Лично мне она хорошо разделяет реснички, хорошо их подчеркивает. И она не дает эффекта too much, она не дает какой-то особой драмы. Но при этом она хорошо выглядит. Также в подружке довольно-таки большой стенд с гигиеничками. И именно их я и советую вам там посмотреть. Например, там есть очень хорошие гигиенические помады Blistex. Они мне нравятся тем, что они действительно питают губы. Они неплохие, они стоят бюджетно. И конкретно вот эта вот гигиеничка от Blistex мне нравится тем, что у нее SPF 50. SPF 50 у гигиенички. Вы слышите? Это что-то с чем-то. Очень советую эту гигиеничку взять с собой именно в теплые края, когда вы полетите на солнышко. Или же если вы живете просто в солнечном городе, вам обязательно нужно иметь такую вещь у себя в косметичке. Потому что губы, так же как и ваша кожа, так же как ваше лицо, тоже нуждаются в защите от солнца. Также, что хорошо, в магазине подружка представлен бренд NYX. Он представлен мало в каких магазинах косметики, поэтому там можно с ним ознакомиться. Самый мой любимый продукт от бренда NYX это их помада Butter Lipstick. Вот так вот она выглядит. Это невероятно красивая помада. Ее уже осталось здесь немного, потому что она самая любимая. У нее невероятно красивый оттенок. Я по нему просто схожу с ума. Это очень-очень красиво. Помимо этого, помада легко ложится на губы и она губы увлажняет. Просто шедевр, а не помада. Очень ее советую. Также, естественно, очень интересным является бренд Essence в подружке. Это очень-очень бюджетная косметика. И она подойдет, например, для девочек-подростков, которые не имеют много средств для того, чтобы тратить их на непосредственно косметику. Но при этом, которым тоже хочется приобрести что-то интересное. Итак, я советую обратить свое внимание на вот такую вот палеточку. Это палетка Go for the Glow в оттенке 02. Очень классная палетка. Очень люблю вот этот вот хайлайтер золотой. Он красиво выглядит. Его можно наносить как хайлайтер. Его же я часто наношу как пудру на все лицо, чтобы сделать более светящееся лицо. И выглядит это очень классно. И вот эти вот румяна тоже очень интересные. Они светящиеся. Они немножечко даже голографичные. И придают очень интересный эффект, в общем-то, непосредственно на щечках. Очень советую эту палетку. Она классная. И я ее показывала в действии в видео про летний макияж. Так что обязательно заходите и смотрите. Ну что ж, а на этом все. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. Если это так, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok